Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Торжественное заседание Совета Муромцевского муниципального района Омской области Посвященное принесению присяге и вступлению в должность избранного главы Муромцевского муниципального района Объявляю открытым! Субтитры подогнал «Симон» Одиннадцать депутатов Совета Муромцевского муниципального района В заседании принимают участие Устинова Лариса Аркадьевна Первый заместитель министра образования Омской области Баракин Александр Александрович Начальник организационного управления Аппараты законодательного собрания Омской области Епископ Калачинский и Муромцевский Петр Глава Горьковского муниципального района Глава Сидельниковского муниципального района Присутствуют почетные граждане Муромцевского района Главы и депутаты поселений Руководители организации учреждений Представители средств массовой информации Муромцевского района В повестке дня заседания Совета Один вопрос О вступлении в должность Избранного главы Муромцевского муниципального района Девятерикова Вячеслава Владимировича Переходим к рассмотрению вопроса Решением Совета Муромцевского муниципального района От 24 октября 2017 года За номером 66 На должность главы Муромцевского муниципального района Избран Девятериков Вячеслав Владимирович В соответствии со статьей 27 Устава Муромцевского муниципального района Глава Муромцевского муниципального района Вступает в должность На заседании Совета Муромцевского муниципального района При вступлении в должность Глава района принимает присягу Уважаемый Вячеслав Владимирович Прошу вас пройти на сцену Для принятия присяги Я принятия присяги Прошу всех встать Клянусь При осуществлении полномочий Главы Муромцевского муниципального района Неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации Устав Омской области Федеральные областные законы Устав Муромцевского муниципального района Обеспечивать и защищать Права и свободы человека И гражданина Все свои знания и опыт Отдать на благо населения Муромцевского муниципального района В соответствии с Конституцией Российской Федерации Уставом Муромцевского муниципального района 27 октября 2017 года Девятериков Вячеслав Владимирович Вступил в должность главы Муромцевского муниципального района Аплодисменты ПЕСНЯ 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 главе Муромцевского муниципального района 9-ти векову Вячеславу Владимировичу. Уважаемые земляки, уважаемые урамчане, уважаемые гости нашего района. Сегодня я в очередной раз вступаю в эту должность, принял присягу и клянусь о том, что я как первый срок не нарушу ее ни разу. Ни разу не изменю себе и район. Я буду с честью и совестью служить на благо нашего района, выполняя ваши наказы, выполняя те задачи, которые перед нами сами стоят. Безусловно, мы будем заниматься экономикой. В первую очередь мы будем заниматься этим серьезным направлением, дабы наполнять бюджет. Муромцевский район богат на природные ресурсы и земли, поэтому экономика у нас многогранная. Безусловно, сельскохозяйство, которым мы занимаемся очень серьезно, мы будем дальше его вести по принципам комплексного развития. Именно комплексного, дабы вернуть имя животноводческого района. Это основные рабочие места. Мы будем продолжать вести работу в лесном секторе, делая упор на глубокую переработку для семей, ни в коем случае не вредя природе. Мы будем развивать туризм. Это новое направление, которое серьезно прижилось на территории нашего района и с каждым годом набирает обороты. В дальнейшем это станет очень серьезным сегментом экономики и будет максимально задействовано количество участников в нем. Мы будем работать над коммунальным хозяйством, как и прежде это делали. Дабы коммунальные платежи должны соответствовать предоставляемой коммунальной услуге. Тепло, газ, вода, электричество. Все эти вещи должны соответствовать сегодняшним коммунальным платежам. Мы будем заниматься дорогами, как и прежде. За последние годы нам было серьезно продвинутость в этом направлении. И могу с гордостью сказать о том, что последнее обещание этого года это ремонт Рязанской дороги в этом году со дня на день начнется выполняться. Мы будем продолжать эту работу, ибо дороги это транспортно-поставляющие, которые артерии жизни соединяют как наши населенные путы, так и соседние Боратские районы. Мы будем всерьез заниматься в социальной сфере, как это делали до того. Сегодня образование, которое на самом высоком уровне на территории района представлено, в том числе и в области, мы будем его совершенствовать. Совершенствовать в плане привития к детям любви к малой родине, к труду, показывать им о том, что труд на селе, он подсчетный. Не нужно его стыдиться, нужно оставаться на родной земле и работать. Мы будем продолжать приводить наши школы в соответствие такое, чтобы оно мотивировало всех остальных, что школа – это праздник. Мы будем заниматься культурой, как и делали раньше. Культура – это духовность населения. Чёрствость, серость нужно прогонять из нашей души, из наших голов, в том числе и внешние и внутренние состояния наших учреждений культуры. Мы продолжим развитие спорта. Спорт – это здоровье населения, здоровье нашего района. Молодёжь, которая должна заниматься полезными делами, формировать себя как личность в спорте – это просто необходимо. Мы продолжим ремонт и строительство спортивных площадок, оснащать наши объекты спортивным инвентарем. И, безусловно, турнирная таблица района на фоне области, она серьёзно подтянется. Мы будем продолжать вести работу в доступной среде, уважение и почитание пожилых граждан. Сегодня можно отметить о том, что социальная сфера и пенсионный фонд достойно выполняют свои обязательства. О том, что на территории района доступная среда обеспечена во все очереди. И это будет продолжено. Мы будем формировать, как и прежде, в нашем обществе идею, национальную идею нашего молодца о том, что мы лучшие. О том, что сегодня в районе есть все возможности для реализации молодого поколения, нынешнего населения. О том, что не нужно никуда уезжать. Здесь и есть где работать. Здесь нужно работать. При этом я обращаюсь к предпринимателям, которые сегодня основные энергетики в развитии бизнеса. Развивайте, вкладывайте деньги. Есть куда. При этом будьте ответственными работодателями. Платите белую заработную плату. И тогда никто никуда не поверит. И у нас будет полная чашка. У нас есть сегодня задел на будущее. У нас есть понимание с руководством области. У нас есть понимание с депутатами федерального уровня. У нас сегодня с удовольствием вкладывают деньги, потому что мы с вами их умеем тратить. Мы умеем привлекать средства внебюджетные. Это один из самых высоких показателей области. Собственно, эта мотивация сегодня на всех уровнях говорится и приветствуется о том, что вкладывайте их, и мы вам будем помогать. И мы говорим о том, что мы можем сделать сами многое, но нам немного не хватает. И нам с удовольствием помогают. У нас с вами есть национальная идея патриотизма. Мы с вами начали проект «Солдаты Победы». Мы его завершаем. Мы подняли все имена. Учетчик на войну. Это великая работа, великое достижение. Нам с вами, наши потомки, скажут спасибо. И не укорят нас о том, что то поколение забывается. Мы передаем в будущее память, в великую память наших героев. Мы все выстроили. Мы многие вещи еще до вас не перешагнули. И, наверное, не перешагнем. Но видит Бог о том, что у нас есть сила, желание и старание поддерживать те объекты, которые выстроены вами, и строить новые. И последний год мы показали о том, что мы начали строить школы, мы начали строить дома культуры. Мы возобновили строительство на территории Мурзовского района. Уважаемые земляки, в Мурзовском районе большая история, большие традиции и великое будущее. И только вместе с вами, с депутатским корпусом, с всем населением мы сможем идти дальше. Несмотря ни на что, кто голосовал за, кто голосовал против, мы одна большая команда. Мы один большой Мурзовский район. Мы население, которое способно нести знамя, которое способно вывести район в лучшем. С нами Бог, с нами правда. Спасибо. Уважаемые депутаты, приглашенные коллеги. Временно исполняющий обязанности губернатора, председателя правительства Омской области, Александр Леонидович Бурков, поручил мне обратиться с поздравительными словами. Я их сейчас с удовольствием зачитаю. Уважаемый Вячеслав Владимирович, поздравляю вас с вступлением в должность главы Муромцевского муниципального района Омской области. Уверен, оказанное вам доверие станет стимулом в дальнейшей работе на благо земляков. А ваши личные качества, профессиональный опыт и организаторские способности позволят вам добиться значительных успехов на этом ответственном посту. Желаю вам благополучия, неиссякаемой энергии и притворения в жизнь всех планов развития веренного вам района. Пусть надежные союзники и единомышленники будут вам опоры. Александр Леонидович Бурков. Александру Александровичу, начальнику организационного управления аппарата законодательного собрания Омской области. Уважаемый Вячеслав Владимирович, Леонидина Васильевна, коллеги, с огромным удовольствием по поручению Владимира Васильевича Варнавского позвольте зачитать поздравительный адрес главе Муромцевского униципального района Омской области. Уважаемый Вячеслав Владимирович, примите поздравления с вступлением в должность главы Муромцевского униципального района Омской области. Вам оказано большое доверие, которое каждый день будет требовать настойчивой профессиональной работы. Вы обладаете практическим опытом и знаниями, а главное желанием делать жизнь муромчан лучше. Пусть сила родной земли, ее удивительной природы и замечательных людей поддержат вас в делах и начинаниях. От души желаю вам трудовых успехов, крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма. Председатель Законодательного собрания в Омской области Владимир Алексеевич Варнавский. На сцену приглашается епископ Калачинский и Муромцевский Петр. Уважаемый Вячеслав Владимирович, сердечно поздравляю вас с избранием на пост главы администрации Муромцевского униципального района. От рада отметить, что возглавляемый вами район динамично развивается, строятся школы, совершенствуется инфраструктура, большое значение придается духовно-проспетической деятельности. Впереди у вас, уважаемый Вячеслав Владимирович, множество различных проектов добрых дел на благо жителей Муромцевского района. Так пусть Господь благословит вас и поможет вам в их свершении. На сцену для поздравления приглашается глава Горьковского муниципального района, пассажирников Андрея Васильевича. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые жители Муромцевского муниципального района. Уважаемый Вячеслав Владимирович, примите искренние поздравления по поводу вступления в официальную должность вновь главы Муромцевского муниципального образования. Так сложилась судьба, что с Вячеславом Владимировичем мы знакомы, наверное, с 2003 года. И с этих пор мы идем рядом и подставляем друг к другу плечо, чтобы маленько легче было идти по жизни. И я вам скажу, несмотря на занимаемые должности, он всегда оставался человеком, всегда подходил с особой ответственностью к исполнению своих обязанностей, настойчивости. И этот человек большой энергии, большой нацеленности на выполнение результата. И я думаю, пять лет назад депутаты, население оказало высокий кредит доверия, доверив управлению района. И я думаю, он его выполнил в полном объеме. И, уважаемые депутаты, вы сегодня приняли абсолютно верное решение, доверив управлению районом вновь Вячеславу Владимировичу. И я хотел бы сказать о том, что добиваться высоких результатов в одиночку, конечно, тяжело. И за пять лет это просто-напросто невозможно. Я уверен, что за эту пятилетку Вячеславу Владимировичу совместно с населением, совместно с депутатским корпусом удастся добиться завершения тех начатых дел на благо муровцевского народа и на благо развития муровцевского района. Уважаемые депутаты, уважаемое население, я хотел бы вам пожелать понимания и поддержки вашего главы. Поверьте, это важно. Ну, а Вячеславу Владимировичу, конечно же, здоровья, новых успехов, новых свершений во благо муровцевского района. И, конечно же, жить и работать на благо и радость нашим людям. Так, держать Вячеславу Владимировичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово для поздравления предоставляется главе Сидельниковского муниципального района Забаеву Алексееву Михайловичу. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые депутаты, уважаемые депутаты, уважаемые депутаты, уважаемые депутаты. Я от всей души поздравляю вас с избранием на постглавы муниципального района Ютьевикова Владимировича. Это очень ответственный человек. Мы с ним познакомились два года назад. И так как мы, получается, единственный район, который постоянно проезжает через вашу территорию, видим изменения в лучшую сторону. То есть это и строительство мемориала, это и флагштоки, это и возобновление стройки дома, который был очень проблематичный. Я знаю, как ему доставалось, чтобы этот дом возобновился именно для социального бюджета. То есть сделано много. Ну, разговаривая с Вячеславом Владимировичем, да, планов у него там еще не на одну пятилетку. Он очень целеустремленный, упертый и нужный человек для вашего района. Я вас поздравляю с этим. Ну, а вам, Вячеслав Владимирович, хочу пожелать успехов, здоровья, чтобы у вас хватило вот вашего энтузиазма для осуществления всех ваших задуманных идей. На сцену приглашается глава Мурнцевского городского поселения Горбанин Йодор Александрович. Добрый день, дорогие друзья, единомышленники. Я уверен, что нас здесь подавляющее большинство, и не только в этом зале, но и за его стенами. Хочу сказать, прошедшая инаугурация, я стоял на этой сцене с альбомами, как будто вчера. Это издержки нашей профессии, мы не замечаем, как летит время. Один альбом я вручал главе бывшему, второй альбом вручал главе вновь избранному. И если помните, я Вячеславу Владимировичу говорил, что в том альбоме сконцентрированы все достопримечательности городского поселения. И это ваша отправная точка. Осудите результаты вашей работы, будем по окончании периода, по тем фотографиям, которые добавятся в этот альбом. В тот раз я немножко просчитался. Новые фотографии в тот альбом не поместились, поэтому мне пришлось изготовить новый альбом. И говорить о том, как отработал этот период Вячеслав Владимирович, я должен только фактами. А факты вот в этом альбоме, не стать мне неудобно, но я так скажу, что все, что здесь создано, это создано под непосредственно ваш период работы, под непосредственным вашим руководством, под непосредственным вашим влиянием на наши дела, вашими руками, вашей головой и, если хотите, вашим мужеством. Для того, чтобы объявить о реконструкции мемориала, стоимость работ которого около десятка миллионов, не имея за душой на тот период ни копейки, это стоит большого мужества и умной, и светлой головы. Можно, конечно, объявить и совсем без головы, но тогда ничего строиться не будет. Но ведь делается же. А все, что здесь создано, это из воздуха не родилось, из ничего что-то материальное не получается. Это выстрадано, это выхожено. Только я знаю, сколько мы вдвоем прошли кабинетов с Вячеславом Владимировичем высоких и не очень высоких, в тех кабинетах, в которых нас ждали и не очень ждали. Но здесь надо сказать спасибо Владимиру Алексеевичу Варновскому. Там, где нас не очень ждали, там шел он впереди. А мы сзади, как орлы из-под наседки. Вячеслав Владимирович помнит, что нам сказали про орлов. И я пример привожу относительно только городского поселения. Если на это место выйдет глава Кондратьевского поселения, он скажет то же самое. Выйдут главы Курганского, Карбазинского поселения, они скажут то же самое. Здесь, наверное, все главы присутствуют. И на сегодняшний день не найдется такого главы, которому бы сказать нечего было. Вы очень метко сказали на партийном форуме о том, что вы приводите в чувство объекты Суцкульбита в наших населенных пунктах. Вы не только приводите в чувство объекты Суцкульбита, вы встрепенули там жизнь. Особенно для молодого поколения. А это, как известно, наше будущее. И я хочу, вот этот вот журнал у меня еще есть. Хотел вам принести, и все как-то вот он у меня на столе лежал-лежал, а сегодня в случае пригодился. Журнал оппозиционный к органам власти. И это бизнес-курс. И в нем редакция этого журнала провела рейтинг влиятельности лиц Омской области. 300 человек, самых влияющих, отмечены 300 человек лиц Омской области, влияющих в политике, в бизнесе, в культуре, в строительстве и так далее. И во всех сферах. Рейтинг проводился с привлечением экспертов в области экономики, политики, в средствах массовой информации, в бизнесе, в строительстве, в финансах. Я без очков не могу зачитать, но поверьте на слово. И вот в когорту 300 влиятельных омечей ворвался наш глава района. И ворвался в первую половину. Занял 127 почетное место. После него такие известные люди, как Яков Вагнер, как Шишов Олег Владимирович, как заместитель губернатора Привалов, как заместитель министра финансов МОСАН. Впереди такие лица, как Камирцель, Галушко, Варнавский Владимир Алексеевич и другие. То есть влияние нашего главы в области очень велико. Он признан в правительстве, он признан в политике и в кругах бизнеса Омской области. Поэтому я хочу вам с удовольствием вручить и альбом, и этот журнал. И вообще хочу сказать, что наш глава – боец. Боец скоростной, технический и боец не на один раунд. Он умеет распределять силы на всю дистанцию. А дистанция у него очень длинная. Я так думаю, до финального сайта закончился посредине пути бензин. В добрый путь вам! Уважаемый Вячеслав Владимирович, ваш адрес. Поступили телеграммы от начальника главного управления внутренней политики Омской области Каракос Михаила Михайловича. Поздравительные телеграммы от глав муниципальных районов Омской области. Я их вручу вам попозже. Уважаемые присутствующие! Торжественное заседание Совета Муромцевского муниципального района объявляется закрытым! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok